Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер за бортом у нас плюс 17 градусов И по дороге отвечаю на вопросы продолжения вчерашнего видео По поводу того, каким образом подкреплять справками, всякими разными бумажками Опыт работы и все, что с ним связано Вопрос по поводу того, если человек работает, ему надо показать, что он определенное количество часов отработал То как это считать? Это считать по количеству реально выработанных часов или каким-то другим образом? Как это обычно делается? Обычно делается все очень просто В письме, которое вы должны получить от работодателя, называется Letter of Employment Вы должны будете попросить работодателя сказать, что вы работали с такого-то по такое-то число В такой-то должности И количество часов в неделю было примерно такое-то Если хотите пойти дальше Ну, хотя на самом деле это не нужно Вы можете написать, с какой зарплатой Но еще раз говорю, это не нужно Значит, вы должны написать Камикадзе, что ли? Да Я по поводу велосипедистки Вообще-то принято сходить с него и пешком, держа за руль, переводить Но вообще, на самом деле, могу сказать, что велосипедисты в Монреале, они немножко чокнутые, немножко сумасшедшие Такое ощущение порой возникает, что они чувствуют себя бессмертными абсолютно Ну да ладно Так вот, значит, Letter of Employment содержит информацию о том, где вы проработали И, как я уже сказал, должно содержать количество часов, сколько вы отработали Второй вопрос Касательно фразы по поводу того, что вы должны сделать Proof of Funds То есть подтвердить наличие у вас необходимой суммы денег для того, чтобы въехать на территорию Канады И типа это можно сделать кэшем, привозя с собой в Канаду Обычно что делается? То есть вопрос возникает такой, что если у тебя кэш, ты должен сделать что? Ты должен отфотографировать все пачки денег, условно говоря, и приложить в таких досье или нет? Если у вас кэш, то вы просто-напросто привозите их к собой на момент, когда вы заполняете документы От вас реально по большому счету не требуют ничего показать Вы должны просто заполнить декларацию, что у вас эти деньги есть В некоторых случаях люди прикладывают банковскую справку о том, что у них на счету лежат эти деньги Но опять же, я знаю случаи, когда люди ничего не прикладывали, у них все было нормально То есть самый простой способ здесь, это просто сказать Вот вам банковская справка, показать вам ее и успокоиться на этом В тех странах, где проблемы с банками, люди делают просто Они берут деньги, кладут на банковский счет Они получают справку, тут же деньги снимают за счета и уходят На этом все останавливается Но, опять же, здесь есть такой интересный момент, что я тоже слышал, опять же, как реальная история Это то, что посольство может позвонить в банк, сказать там какое-то ключевое слово или какой-то ключевой код И банк обязан дать информацию по состоянию счета конкретного человека Это какие-то там межбанковские договоренности, там, не знаю, может быть, это там с Интерполом что-то связано Но как бы то ни было, к вопросу о банковской тайне, да? Поэтому вот этот вариант по поводу того, что пришел, положил деньги, потом тут же снял Он чреват последствиями, скажем так Но обычно, обычно, ты просто говоришь, что у тебя есть эта сумма денег Ты декларируешь, что она у тебя есть Ты больше ничего не показываешь В момент, когда ты пересекаешь границу Ты обязан подтвердить, что у тебя деньги эти есть Либо, если у тебя офицер захочет проверять Что на самом деле, опять же, не факт, что он захочет тебя проверять Ты ему на стол кладешь эту пачку, и он тебе пересчитывает Либо показывается банковская правка свежая, что деньги есть Либо человек говорит, что вот, значит, у меня эти деньги в виде активов Я сейчас занимаюсь продажей, не знаю, там, квартиры, машины Ставь галочку, где необходимо И как только, так сразу Вот, но деньги у меня есть Я обязуюсь, что я декларирую, что они у меня есть Так что, вот так вот это выглядит в практичной плоскости Если будут какие-то еще, точнее, еще вопросы, спрашивайте, отвечу За всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok